Видеть не видели, слыхом не слышали. Так жители некоторых дворов Ноябрьска говорят о снегоуборочной технике. В некоторых местах грейдеры появились всего несколько раз за зиму, а кое-где снег расчистили только к середине марта. Все подробности в рубрике «Нам здесь жить». Этот дом на 60 лет СССР в народе давно называют «Титаником» и далеко не потому, что он поражает своими масштабами и комфортабельностью. Масштабами здесь, как правило, поражают лужи, которые весной окружают эту двухэтажку. Причиной тому, по мнению людей, является халатность управляющей компании, которая, уверяют они, обязанности по вывозу снега игнорирует. В один день звонишь, погода не подходит. Второй день звонишь, техника сломалась. В этом году снегоуборочную технику здесь люди видели разве что издалека, у соседнего дома. В принципе, водитель грейдера был готов оказать жильцам услугу за отдельную плату. «Подходишь, говоришь, чтобы хотя бы один раз смели вот это вот все. Нам говорят, платите деньги». Для удобства уборщица у подъезда смастерила ступеньки. Теперь, говорит Евгения, добираться домой стало гораздо интереснее. Если раньше жильцы просто съезжали с накатанного склона к двери подъезда, то теперь экстремальный спуск дополнили две снежные ступеньки, видимо, для остроты ощущений. «Я сама не раз падала, у меня все ноги в синяках, что я даже пройти не могу спокойно, чтобы даже спуститься вот с этого склона». А вот эти кадры нашей съемочной группы сняты уже сегодня утром. На них видно, что погрузчик до этого дома все-таки добрался. Снег здесь разгребли по сторонам и, судя по всему, совсем недавно. Видимо, подходящая погода и техника управляющей компании появилась только в середине марта. «У нас двор не убирается уже в течение двух месяцев. С февраля месяца я хожу к ЖЭУ, к мастерам, к начальнику ЖЭУ, говорю, чтобы убирали. Они говорят, что то нет техники, то еще чем-то заняты». А вот жильцам этого района города повезло, наверное, чуть больше. У них зимой снег хотя бы убирали. Вернее, как убирали – собирали и складывали в кучки. «До сих пор куча снега. Как они были, так они стоят. И все, никто его не вывозит, никто не сгребает здесь ничего. Никаких работ не производится». И в очередной раз Игорь Владимирович идет в управляющую компанию. И в очередной раз с письменной жалобой. Правда, в то, что это возымеет какое-то действие, мужчина уже верит слабо. Скорее всего, говорит он, его просьбу проигнорируют. В очередной, опять-таки, раз. Ксения Епишева, Александр Иванов и Антон Владимиров. Новости нашего города.